Нур-Султан Я не буду рассказывать про этот город, я ничего о нем не знаю Я меньше года там живу, а до этого в Астане жил, правда Спасибо, спасибо Смотрите, меня зовут Осет, но при рождении меня могли назвать Ануар Дело в том, что моя старшая сестра не могла в детстве уговаривать слово Ануар Собственно, поэтому и Осет Я сильно благодарю своей старшей сестре, что она не выговаривала в детстве слово Аборт Потому что аборт Байканович не звучит, кажется, вообще Смотрите, вы когда-нибудь слышали о людях с неправильным расположением внутренних органов? Ну типа, у Пити сердце справа, у Васи печень слева, а у Насти хозяйство Ну там куры, петухи, яйца Я к чему-то, у меня с рождения, от рождения у меня одна почка Мои родители достаточно такие обеспеченные люди, а я не знаю, на чем они поднялись Мне кажется, они мне что-то не договаривают Это забавно, потому что я узнал, что у меня одна почка, только в 16 лет Это всем друзьям говорю, что в 13 Я проходил обследование, вышел врач, говорит, у Вас замечательные анализы, у Вас одна почка, все нормально Все нормально? Серьезно, все нормально? Это все равно, что командир самолета по громкой связи скажет Высота полета 5000 метров, за бортом минус 50 градусов, у нас одно круто Мы здорово летим направо Ну смотрите, отсутствие второй почки не дает мне никаких преимуществ Ну я не могу сказать, типа, у меня одна почка, дайте мне 50 тысяч А, нет, могу опросить Хотя, если подумать, если подумать, вот у меня с одной стороны почка, а с другой стороны пустота Ведь я могу заполнить эту пустоту Я могу быть контрабандистом Но я не буду через границу перевозить наркотики Я буду перевозить контрабандные органы Прикиньте, на границе меня досматривают, а у меня вместо почки, почка Здорово Смотрите, один раз я попал в драку Один раз попал в жесткую драку И изо всех сил пытался закрыть почку Закрыться пытался, но мне это не помогло, потому что пили в рожу Кстати, насчет пили в рожу Я недавно потерял свое обручальное кольцо И всякий, кому я об этом рассказываю, сразу мне говорит Ооо, тебе дома жопа Тебе дома конкретно жопа Знаете таких? Знаете мою жену? Кстати, я не мог придумать, как ей рассказать о том, что я потерял обручальное кольцо И я решил, что лучшая защита это нападение Я написал ей, я от тебя такого не ожидал И на три дня телефон выключил Кстати, она не знает, что я в Тимиртал Я три года в браке Три года я женат И за три года я ни разу не спалился, что тещу мама не называют Ну, я использую такие конструкции Типа у вас, для вас, у нее, для нее В последнее время я начал задуматься, что у меня не теща, а Волан-де-Морт У меня, в принципе, интересная семья Вот, допустим, мой отец Полковник в отставке Как любой военный человек Он очень жесткий, очень жесткий Именно поэтому я предпочитаю больше с женой спать Один раз, один раз мне отец сказал такую фразу Не служил, не мужик Согласитесь, беспонтовый тост на свадьбу, да? А я действительно не служил Спасибо Я действительно не служил У меня есть несколько причин для этого Во-первых, у меня нет почки Во-вторых, у меня нет желания И, в-третьих, меня смущает на призывной комиссии Вот этот чувак, который руками яички проверяет В какой момент он решил, чем в жизни будет заниматься? И как он своему похану объяснил, где он работает? А прикиньте, этот чувак просто работал по принципу Распределяющей шляпы из Гарри Поттера Ну, типа Танкист Парашидист Парашидист Слизали, братан, тебе в другой кабинете Смотрите, недавно был у гадалки Прикиньте Ходил гадалки Обычно я прошу, чтобы меня в выступлении ставили пятой площади Потому что гадалка мне сказала Асид, твоя цифра это пять Я говорю, может, хотя бы сегодня пятьдесят тысяч Он говорит, нет, пять Твоя цифра пять Не два Не три Не четыре Не шесть Не семь Не восемь Не девять Смотрите, капец долгий разговор А оплата почасовая И смотрите Давайте поаплодируем Чуть-чуть забыл Что я хотел рассказать про гадалку А, вспомнил Про жену Надо позвонить сказать, что я в Твердал Я на самом деле гадалки идти не хотел Совершенно не хотел Но меня заставила моя жена Она хочет участвовать в нашем семейном бюджете Но пока только духовно Невозможно не пойти к гадалке, когда тебе целый день Под ухо сходи 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 Дорогой, что? Сходи Сходи Хорошо, я пойду Когда пойдешь? Когда пойдешь? Когда пойдешь? Когда пойдешь? Завтра Ты не пожалеешь Ты не пожалеешь А я пожалел Пожалел, что женился И вот гадалка Мне сказала одну такую вещь Осец, смотри Вокруг тебя постоянно крутится очень много девушек Но будь осторожен Одна из них Хочет тебя напоить И воспользоваться твоим пьяным состоянием Так вот Я буду в Тимиртауще примерно 2 часа Уважаемые тимиртауки Хотя бы пивом угостите, пожалуйста Всем спасибо, приятного вечера Аплодисменты Это было Сибуэев Будем аплодисменты И Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода